Порой бывают такие ситуации, когда вашему домашнему питомцу срочно требуется помощь ветеринарного врача. Что делать, если это случилось в ночное время? Кому обратиться и существует ли в Латвии скорая медицинская помощь для животных? Ведь может быть и так, что хозяин животного в силу возраста или собственного недомогания не может самостоятельно привезти свою собаку или кота в клинику для оказания срочной ветеринарной помощи. Даже при наличии машины возможна ситуация, когда перевезти животное невозможно из-за его состояния, большого веса или по другой причине. Для таких экстренных случаев существуют ветеринарные клиники, которые предлагают круглосуточную помощь с выездом ветеринара к пострадавшему животному. Подробности в сюжете рубрики «Зооклуб». Патрон рубрики «Фонд Бориса Инары Тетеревых». Куда бежать и что делать, чтобы спасти домашнего любимца? Нам ответили в одной из круглосуточных клиник Риги «Кавэд». Скажите, какое должно быть действие человека, если он заметил какое-то неадекватное поведение своего животного? Если животное стало заторможенное, если животное стало вялое, что в первую очередь надо делать? Лучше всего проконсультироваться, позвонить в ветеринарную клинику. У нас круглосуточно отвечают на звонки и рассказать, какие жалобы есть, подозрения на что. Что, может быть, съел что-то. Мы можем сказать, что можно на месте сразу сделать, если, допустим, что-то съел, что можно пытаться так же рвоту вызвать. А так, в принципе, конечно, лучше все приехать, показать. Не заниматься самолечением, да. Если вовремя привезти животное в ближайшую круглосуточную ветеринарную клинику, оперативные врачи порой совершают настоящие чудеса. Расскажите, какой такой самый один из необычных случаев был в вашей практике? Ну, у нас довольно-таки много необычных случаев, больше не в хирургии, но в терапии тоже случается. В терапии чаще всего это какие-то отравления. Отравление бывает разными веществами, да. Это яд крысиный чаще всего, это грибы тоже бывали, грибы съедала собака. И вот из недавних таких случаев, что большая собака съела целую пачку крысиного яда, да, и делали ей, ну, системы ставили, да, и, в принципе, уже рвоту вызвать уже не удалось. Удалось. Удалось? Да, вызвали рвоту, и очистилась, и сделали системы. Но случается, что на улицах города некому позаботиться о попавшей беду собаки или кошки. Животное может попасть под колеса автомобиля, где-нибудь застрять и получить травму. В практике ветеринарных клиник спасение бродячих и диких животных – нередкий случай. Что вы делаете с животными, которые бездомные к вам приходят? Вот если, допустим, собаку или кошка сбила машину, она живая, человек пройти мимо не может, он, конечно, хватает и бежит в ближайшую клинику. Мы стараемся помочь. Если звонить по телефону, тогда мы советуем, где ближайшая клиника, где они могут, как бы, получить бесплатную помощь, да, и если, ну, привозят к нам, тогда мы, конечно, стараемся помочь. Не только, как бы, домашние и ясные птицы иногда сбитые привозят. Важно знать, как не допустить критического состояния своего домашнего питомца. Не перекармливайте пса на ночь, выгуливайте собаку на поводке и носите кошку в сумке-переноске или специальном контейнере. А ядовитые вещества храните в недоступном для животных месте.